Сохраним природу вместе. 2017 президент Владимир Путин объявил годом экологии. Защита лесных массивов, водных ресурсов, особо охраняемых природных зон, обращения с отходами. В текущем году к окружающему миру особо пристальное внимание. О работе, которая ведется в Курской области, в нашем репортаже. Согласно независимым рейтингам общественных организаций, по итогам прошлого года наш регион занимает 10 место в России по качеству окружающей среды. Ситуация вполне благоприятна, однако, как и в других областях, у нас есть ряд проблем, которые требуют решения. Одна из них переработка твердых коммунальных отходов. В Курской области разработана специальная программа, регулирующая эти вопросы. В настоящий момент у нас уже работают заводы по сортировке коммунальных отходов в Октябрьском районе и построен новый полигон. И, кстати, вторая очередь строительства этого полигона, она вошла в план мероприятий, который утвержден правительством Российской Федерации по проведению года экологии. Разработан проект рекультивации нашего полигона твердых коммунальных отходов в поселке Чеплыгино. Также будет реализован этот проект. Еще одна головная боль экологов – несанкционированные свалки. В области их около тысячи. Как бороться с этой проблемой? Помимо субботников, штрафов и законодательных мер, конечно, нужно начинать с себя, с личной культуры. В этом же ключе воспитывать и подрастающее поколение. В школах ребятам рассказывают о необычных уголках их малой родины. Они делают первые, но уже уверенные шаги в изучении мира природы. Анастасия Брежнева, например, знакомится с редкими растениями и птицами. Уже скоро девочка представит сверстникам свою первую исследовательскую работу о красной книге Курской области. Подробности научного труда пока держит в секрете, но готова поделиться важными практическими знаниями по сохранению природы. Для начала надо не загрязнять. На улицах стоят урны. Вот мусор появился у тебя, ну, допустим, в кармане, ты выбросил. А вот, я знаю, я обычно хожу, когда по улицам, вижу, что все валяется на дорогах и как-то... И сама стараюсь не загрязнять, все в урны бросать. А вот сотрудники центрально-черноземного заповедника раскрывают для ребят все карты. С интересом рассказывают о каждом уголке природоохранной зоны. Например, в Горшичинском и Монтуровском районах и сегодня сохранились доледниковые растения. А на болотах под обаянию каждый год рассыпается клюква. Курский чернозем и вовсе предмет гордости. Да что там, эталон. Почвы, которых тоже нигде нет, они где могли сохраниться? Только под нетронутой целеной. И мы, когда делаем почвенный разрез и видим, что гумусовый плодородный горизонт до полутора метров, это ни в каком сне не приснится. Иностранцы, когда приезжают, ученые-почвоведы, и на зуб пробуют, и не верят тому, что это может вообще быть в реальности. Наш заповедник входит в пятерку самых маленьких в стране. Его площадь около 5000 гектаров. Но это как раз тот случай, когда мал золотник додорок. Он же тоже очень маленький. Он самый маленький, наверное, федеральный заповедник. Но, несмотря на это, он имеет диплом ЮНЕСКО. Одна только Стрелецкая степь – это 950 видов различных растений. По сути, банк данных. Может быть, в дальнейшем нам потребуются новые сорта – пшеница, ржи. А у нас злаков-то много. С чем можно скрестить и вывести новые сорта за сухоустойчивые. Генетический банк семян живых, которые мы можем использовать для людей. В год экологии просвещать школьников сотрудники заповедника планируют особенно активно. Каждый месяц в библиотеке имени Асеева будет открываться новая экспозиция фото-выставки «Степи России». Да и сама природоохранная зона всегда открыта для посетителей. Кроме того, в школах для детей проводят и так называемые заповедные уроки. Организаторы уверены, что 45 минут такого путешествия по родной стране познавательнее простых уроков. Львы, белые медведи, северные олени и другие животные требующие особого отношения. Их жизнь на земле зависит от нас. Это рассказали детям преподаватели, а также волонтеры и сотрудники заповедника. В школе номер 31 необычные занятия уже посетили более ста детей. В 70% случаев люди истребляют животных. И животные нам нужны, поэтому мы делаем заповедники. Еще одна немаловажная задача для региона – ликвидация бесхозных пестицидов, гербицидов и ядохимикатов, которые накопились с советского периода. За последние 4 года мы вывезли на специализированные перегоны 1025 тонн таких веществ. И вот наша задача в рамках программы экологии природной ресурсы Курской области – эту работу выполнить в полном объеме и очистить область. В какие сроки? У нас до 2020 года. Еще одна проблема – сохранение водных объектов. Реки мелеют и пересыхают. Поэтому стоит задача по расчистке водных объектов, по расчистке родников, по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. Эта работа также проводится. Год назад мы завершили работу по расчистке реки Псюл в городе Баяни. А в настоящий момент, второй год, мы уже работаем на реке Тускарь. Продолжается работа и по созданию особо охраняемых природных территорий. В прошлом году таких на карте Курской области появилось еще пять. Это участки земли, где, в общем-то, есть какая-то реликтовая растительность. Это могут быть деревья, это могут быть растения, это может быть животный мир, это могут быть какие-то водноболотные угодья. То есть это те нетронутые уголки природы, которые мы хотим, чтобы они, которыми наслаждались не только мы, ныне живущие, но и будущие поколения. Такие места у курян пользуются все большей популярностью. Экологический туризм набирает обороты. Люди не просто любуются заповедными зонами, но и пытаются их сохранить. Берегут и братьев наших меньших. Акция «Серая шейка» в этом году в регионе проводилась только во второй раз, но отклик получила широкий. Вместе с сотрудниками заповедника имени Алехина куряне искали незамерзающие водоемы, кормили пернатых и делали с ними селфи. Курчатовское водохранилище, незамерзающие участки рек Сейма и Тускри. Фотоохота велась по всей Курской области. Как оказалось, улетать на юг пернатых вынуждают не зимние холода. Для них самое главное, чтобы была пища. Если бы была пища, они бы не улетали на побережье, допустим, Каспийского моря, в Китай, в Индию. Они улетают на юг и юго-запад Европы. Они бы оставались здесь, если бы было что поесть. В Курской области в этом году насчитали почти на 70 уток больше, чем в 2016-м. Специалисты отметили, птицы могут перезимовать и без помощи людей. Главное, чтобы был водоем, свободный от льда. Если же вы решите покормить пернатых, то составьте их в меню из белого хлеба и зерна. Год экологии – еще один повод задуматься о защите окружающего нас мира. Ведь в итоге ни отдельные службы, ни законодательства в целом не решат проблему загрязнения среды до конца. Бережно относиться к природе должен каждый из нас.